Друзья, всех приветствую на предпоследней сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Конечно же, не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И снова, друзья, напоминаю то, что для вас доступна возможность подключения к нашему телеграм-каналу с большим количеством торговых идей, фундаментальных заметок, которые будут помогать вам ориентироваться, в принципе, на финансовых рынках. Очень много новостей из-за того, что у нас зачастую нет времени следить за всем, проходит мимо. Но если вы подпишете на наш канал, соответственно, будете в курсе самого, на мой взгляд, интересного контента. Так, текущая торговая сессия. Несколько релизов событий, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это данные по заявкам по рынку труда. 15.30 классика для четверга. Важный ли это отчет или нет? Я думаю, что это один из многих макроэкономических отчетов, которые сейчас помогают нам формировать общее представление о состоянии американской экономики. После последних данных по Non-Farm Perils есть определенные вопросы к рынку труда. Но в целом траектория, тенденция остается восстановительной. Поэтому я думаю, что завтра у нас будет возможность с вами позитивно отозваться об этом релизе. Более интересные данные – это выступление главы, во-первых, Банка Канады. Мак Лема сегодня 18.00 по московскому времени. У нас, в принципе, из неотработанных идей осталось не так уж и много. Доллар канадец – это одна из них. И я по-прежнему рекомендую, друзья, ставить на то, что пара доберется до поддержки 1.20. И сегодняшнее выступление Мак Лема вполне может выступить неплохим катализатором для этого движения. Мы видим то, что в целом канадец очень неплохо сопротивляется локальному восстановлению доллара. Канадцу помогает очевидная, всем известная уже перспектива ужесточения денежно-кредитной политики в Канаде и, конечно же, восстановление цен на сырьевые товары, как медь, так и нефть, которые являются одним из основных экспортных ресурсов, генерирующих очень неплохие показатели торгового баланса. Поэтому после выступления Мак Лема, которое 100% будет посвящено экономическим перспективам и, конечно же, ему придется либо прокомментировать, либо впоследствии ответить на вопросы касательно сроков повышения процентной ставки. Друзья, Банк Канады две недели назад сократил программу количественного смягчения и уже сделал заявление о том, что первое повышение ставки из-за того, что экономика встала с колен и реально набирает обороты, стоит ожидать в 2022 году. Если мы на кинем эти ожидания на точно такие же прогнозы от Федрезерва, то поймем, что ФРС повышение процентной ставки в лучшем случае ожидает в 2023 году. Вот, пожалуйста, идея, которая позволяет торговать позиционированием, контрастом денежно-кредитных политик Банка Канады и Федрезерва. Поэтому доллар-канадец очень предсказуемый развитие нисходящего тренда, давайте работать по этому тренду. И после выступления Маклима в 19.00 по Москве тоже выступление главы Банка Англии Бейли. Я британцам в моменте не торгую, сейчас пара фунт-доллар находится на отметке 1.4065. В случае теста поддержки 1.40 может быть и проявлю интерес к открытию новых позиций. Когда это произойдет, разумеется, прокомментирую. В целом, новостной фонд по Англии располагает к дальнейшему росту. Вчерашний блок статистики темпа экономического роста, который оказались лучше прогноза 2.1%, прогноз был на отметке 1.4, если мне не изменяет память. И промышленное производство, которое скакнуло больше, чем на 1.5%, тоже прогноз был гораздо ниже. Этот блок данных усиливает, в принципе, и последние прогнозы о росте экономики. 7.25, друзья, в рамках этого года ожидается. И также накладывается на постепенное снятие карантинных ограничений. Следующий этап уже через неделю, 17 мая. Поэтому многие видят перспективу роста фунта выше отметки 1.40. Я, в принципе, разделяю такую позицию, что фунт интересен для покупок, но пока вне сделок. Евро против доллара 1.2077. Ранее мы выкупали после теста поддержки 1.20. Сейчас пара держится выше. Я спокойно отношусь, друзья, к тому, что сейчас происходит, потому что любой тренд, как я уже неоднократно отмечал, это инициатива, которая переходит от одних к другим. Я верю в рост европейской валюты, потому что верю в дальнейшее снижение курса доллара и в то, что в целом ситуация в еврозоне будет улучшаться. И последняя статистика явная тому подтверждение. Промышленное производство, мы уже разобрали этот сектор экономики для всех европейских стран. И вот сейчас как логическое завершение по еврозоне в целом, плюс 10,9%, друзья, неоговорка, в годовом выражении. Очевидно, отходит уже валютный блок от самых затяжных проявлений рецессии 2020 года. Мы уже видим большую часть статистики со знаком плюс о рисках повторной рецессии. Не говорим, снижаются, смягчаются карантинные ограничения, сокращается, снижается количество заболевших, друзья. И эту тему ковида мы трогаем, касаемся ее все меньше и меньше. Еврокомиссия после вчерашних данных по промышленному производству пересмотрела прогноз роста еврозоны с 3,8%, друзья, до 4,3%. Это, конечно же, скромнее, чем, например, прогнозы по США, по английской экономике. Но сейчас только май. При таких трендах, я думаю, что еврозоны тоже будет на уровне с другими странами, развитыми рынками и сможет претендовать на рост выше 5%. Нефть. Вчера мы ее не коснулись, но в целом 70 долларов за баррель это цель. И вот вчера, друзья, 69,88. Совсем немного нам не хватило до этого сопротивления, но еще не вечер. Мы его точно сделаем, потому что новостной фон очень хороший. ОПЕК, доклад, прогноз спроса остался на прежнем уровне 6, прогноз роста спроса 6 миллионов баррелей. И в целом, если эти ожидания оправдаются, то уже через несколько месяцев мы увидим потребление на уровне до пандемии. Вчерашний доклад Международного энергетического агентства. Здесь важно отметить, что по мнению собственно этого ведомства, даже с учетом того, что страны ОПЕК начинают добывать больше нефти, даже с учетом потенциального дипломатического прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, и даже с учетом ситуации, которая сейчас складывается в Индии, до конца этого года на рынке углеводородов может быть зафиксирован дефицит предложений. И в частности, основная идея Международного энергетического агентства, то, что ОПЕК при их планах увеличить, нарастить добычу, все равно будет добывать примерно почти на 2 миллиона баррелей меньше, чем составит спрос к концу этого года. Трубопровод, нефтепровод, колониал Пепелин, о котором мы ранее говорили, по-прежнему, друзья, не работает. На восточном побережье на заправках закончился бензин, топливо бешеными темпами начинает расти в стоимости, в цене, и это логично сказывается на восстановительной динамике Brent и WTI. Спрос на бензин, кстати, в Штатах уже коснулся показателя 8,9%, миллиона, точнее, баррелей в сутки. Это значение меньше, чем на 2%, меньше, чем в 2019 году. А сезон активных автомобильных поездок только начинается. И еще один фактор роста – это данные по запасам, которые, как и ожидалось, сократились на 400 тысяч баррелей. Статистика со знаком минуса в этом ключе – позитивный фактор для котировок. Поэтому ждем 70, я думаю, что точно до этого значения доберемся. И индекс американской валюты 90.71, данные по инфляции, резкий скачок, да, и основного показателя, и базового. По цифрам можете посмотреть в экономическом календаре. Кстати, по основному индексу потребительских цен максимум, по-моему, за последние 13 лет. Базовое значение уменьшено прироста максимум больше, чем за 30 лет. И рост доллара вчера был связан с тем, что трейдеры предположили, что эта статистика составит ФРС повысить процентную ставку. Но из чего вы взяли, друзья? При всем уважении к вам, не вы будете решать, как поступит ФРС. Это вотчина американского регулятора. И только после того, как ФРС, если и сделает через какое-то время заявление о том, что они рассматривают возможность для ужесточения монетарной политики, я, может быть, соглашусь с теми, кто ставит на рост американского доллара. До этих пор статистика – это всего лишь шум, пыль осядет, и мы увидим медианы показателей инфляции, которые укладываются в целевые значения и не заставляют ФРС сейчас дергаться и, соответственно, менять монетарную политику. Короткая позиция в приоритете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!